Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мой вопрос, пишите вы, касается чувства поиска одобрения моей жизни и образа жизни. Мне 36 лет, и я всегда долго копался в своих комплексах и неудачах. И вот недавно обнаружил в себе, что все время ищу одобрения и похвалы своим действием. Включая свою супругу, так как всегда, когда ей было удобно, она всем видом показывала, что я делаю что-то не так и что я такой неправильный. Я начинал себя ломать, чтобы поверить в это и реально верила в все это. Но недавно, после смерти своей мамы, которую моя супруга все время мне хала, как будто бы что-то надломилось внутри, и мне не захотелось быть больше хорошим и удобным. Я решил делать так, как считаю нужным в отношении работы, дома и так далее. И если ей это не нравится, то это ее проблема. Самое интересное, что она начала подстраиваться. Конечно, я понимаю, что это у меня из детства, так как мой деспотичный отец никогда мне не был доволен. А если был доволен, то никогда об этом не говорил. Ну а если что-то не нравилось, то все время мне этим тыкал. И даже сейчас, когда я куда-то уезжаю в командировки, он мне звонит и, тонко манипулируя, дает понять, что я чем попал занимаюсь, так как он сидит дома, ему некому налить чай. А сам он из дома никуда выходить не хочет, ездить тоже, хотя для этого есть возможности. После смерти мамы прошло 40 дней, мне стало очень тяжело сидеть дома в давящей обстановке, и я выехал с друзьями за границу, чтобы немного развеяться. И тут позвонил отец, вместо того, чтобы что-то хорошее сказать, как всегда, что у них голоса было недовольство мной, хотя напрямую ничего не может сказать. После чего, конечно, на душе становится плохо, и ни о каком отдыхе даже не можешь думать, хочется ехать и спасать его, а чего спасать, он и сам не знает. Пытаясь сам себя одобрить в своих действиях и опираться на свое мнение, становится легче, но на какой-то период, как будто бы этот травму просто сверху посыпал чем-то, но понимаешь, что это глубже что-то. Если можно, прошу дать причины и методики проработки данной травмы. Благодарю. Ну, собственно говоря, если говорить о причинах и о методиках, то, пожалуй, здесь самая бессмысленная часть, потому что причины не так важны. Важны, как вы живете сейчас. Методики у всех школ психотерапии свои. В частности, у когнитивно-поведенческой школы своя, у гешталтерапии своя, у психоанализа своя и так далее. И все они завязаны на взаимодействии со специалистом. То есть, как бы, самостоятельно вы эти методики применить не сможете, потому что рассчитаны они именно на взаимодействие с... Психотерапистом, который помогает вам разобраться в себе. Если говорить про непосредственно одобрение, по сути, неуверенность в себе, то я бы сказал, что при прочтении вашего текста у меня появилось ощущение, что вам как будто бы нравится копаться в своих комплексах. Ну, то есть, вот, вы пишете, что я всегда долго копался в своих комплексах и неудачах. Вот, мне кажется, что вы сами копались, привыкли это делать. Вот, и вам нравится сам процесс. То есть, он, конечно, неприятный, безусловно, но такое ощущение, что вы к нему привыкли, а привыкнув к нему, уже не очень готовы с ним расстаться. Потому что, ну, такое у меня ощущение, такое у меня ощущение сложилось, понимаете? Люди, которые хотят реально что-то в своей жизни менять, они все же обращаются к специалистам, они не просят причины и методики. Потому что понимают, что какая бы методика ни была, сам человек с этим не справился. Да? Вот. Но, самое главное другое, если вы говорите, что вы копались в своих комплексах и неудачах, это значит, вам это было интересно. То есть, у вас есть такая позиция, что вот сейчас я в своих комплексах разберусь, в своих неудачах разберусь, и все сразу станет хорошо. Ну, или, если не сразу, то, там, через какое-то время. Но важно, как мне кажется, немножко другое. Важно то, что вам интереснее копаться в своих комплексах и неудачах, как вы говорите, чем жить. Вам интереснее подстраиваться под супругу или не подстраиваться под супругу. Вам интереснее ждать от своего отца чего-то хорошего чем жить самому. Но в том смысле, что вы говорите, вместо того, чтобы сказать что-то хорошее, он, как всегда. То есть, вы понимаете, что он, как всегда, но вы ждете от него чего-то хорошего. и вам интереснее ждать этого. Вам интереснее ждать этого, чем жить, собственно говоря, в своей жизни. и вот этот интерес к жизни вашей отсутствует. его нет. Но есть вот это все нагромождение, вот это все нагромождение вашей истории, вашей истории отца, про супругу и так далее. Безусловно, это важно. Безусловно, на вас это на вас это влияет. Этого нельзя отрицать. Никто, в принципе, не собирается этого делать. Никто не собирается этого отрицать. Вот. Но важно здесь немного другое. Важно здесь то, как бы, а ради чего вот что вы будете делать-то, когда разберетесь со своей жизнью. Как вы будете, там, не знаю, ну, действовать, например. Что вы будете делать, чем вы будете заниматься? Понимаете, какая штука? Вот сейчас, по моим ощущениям, вам не за чем особо это делать. То есть, вам просто некомфортно находиться в этом состоянии. Вы чувствуете напряжение, вы хотите от этого напряжения избавиться, но вы уделяете ему внимание. Вы обижаетесь на своего отца. например, вы не проживаете, вы застряли в обиде на него. Вы уделяете этому внимание, потому что это интереснее вам, интереснее, чем ваша жизнь. И помимо проработки обиды на папу, необходимо вам более тщательно, более внимательно себя поисследовать, чтобы найти интересы в своей жизни. отец Что касается ситуации с одобрением. Здесь отсутствие обратной связи присутствует. по крайней мере, на таком, я бы сказал, постоянном уровне. То есть, вы не очень понимаете, какой вы не очень понимаете, как это выглядит, может быть, для других людей, соответствует ли это, допустим, тому, что вы сами думаете про это же, ну про это же, вот, и потому, с одной стороны, дело не просто в одобрении, то есть не про то, чтобы себя хвалить, а дело про то, чего вы хотите, чего вы не хотите, и запрашивание обратной связи об этом. Иными словами, вам нужно у окружающих людей интересоваться, а вот у разных людей, не только у кого-то одного, а вот как тебе вот это, как тебе вот это, а вот что ты думаешь об этом, вот, и при этом пропускать эту обратную связь через себя, прислушиваться к ней, вот, точнее прислушиваться к ней, но и к себе, и исследовать свои реакции. Это не так, в общем-то, просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому важно, чтобы вы делали это вместе со специалистом, чтобы не быть, например, травмированным, негативным опытом, который может быть безусловным. Вот вы пишете, поиск чувства одобрения моей жизни и образа жизни, да? А чем наполнена ваша жизнь? Кому она посвящается, ваша жизнь? Вот вы пишете, мне три числа лет, я долго копался в своих комплексах и неудачах. Ощущение, как будто вам только это интересно, как я уже говорил. А тот, кто ищет, тот, тот всегда найдет. Если вы будете себе копаться, всегда будете находить что-то. Дело не в этом. Так. Вы боитесь быть неправильным. Тоже важный момент. Не хотеть быть неправильным. Вполне нормальная история. В том смысле, что никто из нас не хочет быть неправильным. И когда мы чувствуем, что, условно говоря, поступаем неправильно, мы, конечно, чувствуем вину. Это нормально. Это вполне нормальная история. Но, на мой взгляд, важно понимать, какое это чувство вины. Одно дело, если мы изменяем своим собственным ценностям. И совсем другое дело, если мы переживаем из-за некоторой такой вот, ну, может быть, мнимой несколько угрозы. Мнимой какой-то угрозы наказания и так далее. То есть, к нашим ценностям вообще-то отношения не имеющего. Да? Вот. И эти вещи также нужно различать. Поэтому, говорить о том, что сейчас вы, вероятно, ушли в откат. То есть, вот, стали делать только то, что хотите. Вот. И здесь, может быть, вероятность того, что вы это делаете, как бы, назло. Да? То есть, вот, вы это делаете, как бы, ну, скажем так, вопреки. А не потому, что вам, там, к примеру, так хочется или не хочется. Дальше. Мама. Смерть мамы, конечно, это травма. И травма достаточно серьезная. Насколько я понимаю, мама для вас была очень близким человеком. Вы говорите, что ваш отец был вам все время недоволен. Про маму как-то вы ничего не написали. К маме, вероятно, вы были близки. И именно после смерти мамы вы почувствовали, что не хотите больше подстраиваться. Вот. Возможно, это вас сейчас говорит гнев. Возможно. Я не знаю. Но, так или иначе, потери. Родители это серьезно вам необходима. Помощь. Психологическая. Работа с травмой потери. Устраиваемые трапы. Вот. Иначе это может вас осесть и послужить источником, ну, других проблем. Или новых проблем, которые вы можете почувствовать в будущем. Вот. Момент это серьезнее, поэтому, как бы, недооценивать его, на мой взгляд, нельзя. Вот. То есть, мои сболезнования вам по поводу потери мамы. Вот. Но, опять же, не оставайтесь одним. Сначала. То есть, то, что вам нужно, это, в идеале, психологу, ну, можно и кому-то из ваших друзей, вот как вы говорите, да? Он поплак, кто-то. Отношения с супругой тоже требуется корректировать. То есть, у вас они совершенно очевидно несколько деструктивны. Вот. Дальше. Почему-то вы терпели, что супруга хала вашу маму. Вот. Так. По поводу детства. Мне кажется, что вы склонны несколько уходить в эту историю, в историю детства. Перекладывая на детство и, соответственно, на отца, ответственно за то, что с вами происходит. Еще проблемы там. Ну, здесь вы очевидно симпатизируете психоаналитическому подходу. Может быть, для вас это идеальный вариант, но в таком случае вам нужен психоаналитик и работа в психоаналитическом, психоаналитической парадигме. Вот. С моей точки зрения, детство безусловно влияет, но поскольку вы живете сейчас, вот, то вы и ответственны за то, что с вами происходит сейчас. Детство здесь ни при чем. Да, детство влияет, но значение его, на мой взгляд, вы переоцениваете. Самое главное, очень похоже на то, что вы уходите в детство, уходите в него, как бы, вот, уходите в него от реальности и, как бы, в итоге ничего не меняется, потому что вы просто, ну, лелеете обиду, да? Ну, а, ну, вот, например, на отца и тогда. А в данном, как бы, в данный момент вы не живете, к сожалению. Вот. Ситуация, она, она вот, как правило, такова. Следующий момент. Вот вы говорите, значит, про отдых. Вот вы пишите, что, значит, мне стало тяжело сидеть дома в давящей обстановке, я выехал с друзьями за границу. Да, то есть вы сбежали. Нет, вы, безусловно, можете отдыхать, сейчас нормально. Но давящую-то обстановку вы, в том числе, создаете сами, и она никуда не денется, когда вы приедете. Вот. Значит, вы пишите, хочется ехать и спасать его. Я думаю, вы чувствуете вину перед ним. Винам. Это про определенную агрессию, которую вы подавляете. Понимаете, в вашем письме очень сильно чувствуется агрессия, подавленная. Вам ее нужно признать. Вам ее нужно признать и начать выражать. К отцу, к отцу вы чувствуете ее, но подавляете ее, подавляете ее, запрещаете ее себе. И когда вам хочется спасать, да, ведь понимаете, какая штука. Когда мы спасаем, мы, как бы, выжим. Человека становимся, мы становимся, как бы, сильнее его, ведь мы же его спасаем. Вот. И, соответственно, ваше желание его спасать продиктовано таким вот подспутным, подспутной потребностью быть выше него. А это подавленная агрессия в данном случае. Вот. Чувство вины – это вот следствие нарушения личных границ ваших, следствие манипуляции. А манипуляция и нарушения личных границ всегда вызывают агрессию. Но если человек привык ее подавлять, то, соответственно, вы будете чувствовать совсем другие вещи. Ну, в смысле, другие ощущения, другие чувства у вас будут. Вот. Вот. Питаясь сам себя добрыми своих действий, а обратно на свое мнение. Как? Как вы это делаете? Расскажите. Вот. Значит, вот, в принципе, то, что хотел вам сейчас я сказать для них. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.